СССР Основание 50-летия называется Это Баньком Второго секретаря Горкома КПРФ Приветствую всех участников митинга Знаете, выступлю коротко по существу У нас не за горами были выборы президента страны, да? Не прошло и месяца после утверждения Путина в должность Как пошли закручивания гаек в отношении каждого жителя нашей страны, да? Это говорит о чем? Об отрабатывании действующим президентом своей избирательной кампании и своего очередного срока Здесь дураком быть нам не надо Русский народ очень мудрый и терпеливый Но рано или поздно этому терпению наступает конец И в стране произойдет социальный взрыв Поэтому не нужно пугать там премьер-министром, Медведевым, министрами, депутатами Нужно искоренять в корне Вся беда от действующего президента Путина Мы его как-то постоянно сторонкой обходим А нужно бить по нему И добиваться отстранения действующего президента Путина от власти И заставить, заставить депутатов Государственной Думы инициировать импичмент действующего президента Долой Путина, долой Хватит, мы терпелись 18 лет уже терпим Сколько можно? Завтра Госдума рассмотрит и, скорее всего, примет в первом чтении этот закон Что это значит? Это значит, что, во-первых, если так произойдет Я хотел бы обратиться ко всем оппозиционным фракциям в Госдуме И даже ко всем депутатам от Единой России Если вдруг такие существуют, которые не поддерживают С призывом покинуть Государственную Думу Знак протеста Во-вторых, существует такая трехсторонняя комиссия Куда входят профсоюзы, представители власти и представители работодателей У них там заключено генеральное соглашение Вот я призываю профсоюзы В том числе Федерацию независимых профсоюзов России В том числе Конфедерацию труда В том числе все остальные профсоюзы Рассматривать вот это действие, как нарушение соглашений И, значит, инициировать коллективный трудовой спор И вплоть до национальной, до общенациональной забастовки Госдума уйдет на каникулы И второе чтение у них будет в сентябре А вот нам, я предлагаю, на каникулы не уходить Я предлагаю вот этот август использовать для того, чтобы в сентябре Когда эти уроды соберутся снова рассматривать О втором чтении закон Нас здесь было не 300 человек, а 3000 человек И чтобы по всем городам области Вышли люди и сказали, что мы не согласны Давайте бороться, давайте не отступать Потому что отступать нам уже некуда Иначе нас сотрут в порошок И последнее Мы вчера разнесли приглашение В профсоюз угольной промышленности В профсоюз агропромышленного комплекса И в профсоюз работников здравоохранения Если здесь люди, представители этих профсоюзов Поднимите, пожалуйста, руки Ура! Здравствуйте вам! Аплодисменты! Давайте бороться! Давайте бороться! Приводите своих... Называется социальное государство По конституции по нашей За нарушение конституции Правительство Медведева в отставку Сейчас слово предоставляется Жердевой Любовь Борисовне Пенсионерке, члены партии Народной свободы Здравствуйте! Я хочу начать с того Что вот этот вопрос Что вопрос о пенсионных доходах И пенсионном возрасте Это, можно сказать, единственный вопрос На основании которого можно создать Очень широкую коалицию народа России Мы должны этим воспользоваться Мы должны все объединяться В борьбе против этой шайки Лейки Путинской И борьбе за то, чтобы не повышали пенсии Потому что повышение пенсии Может принести только улучшение Экономического положения страны И ничего нам не даст совершенно Потому что денег в России много Но только перераспределяют их в свои карманы Сами знаете кто Эти люди Нас глубоко презирают Мы для них просто грязь под ногами Мы для них не люди даже Поэтому они распоряжаются нашими деньгами Заметьте, у государства нет своих денег У государства есть только наши налоги Второе Скажите, почему миллиардеров у нас Несмотря на то, что денег нет на пенсии даже И ни на что вообще Почему тогда миллиардеров у нас Становится с каждым годом все больше Ответьте мне на этот вопрос Почему Путин может воевать в Украине и Сирии А денег на это нужно просто огромное количество Каждый день На каждый день войны И в то же время У него нет денег на пенсии Вот у меня, например, пенсия 10 896 рублей Мне одних лекарств в месяц нужно на 3 тысячи И квартира стоит 3,5 тысячи Вот скажите Если бы у меня мужа не было Была бы я один Что бы я делала Рылась в помойках, наверное, только так В третьих и в четвертых Посмотрите, вот стоят голубчики Полиция Почему силовики, то есть полиция Федеральная служба охраны Федеральная служба безопасности Военные Выходят на пенсию в 40-45 лет И больше получают, чем мы с вами эту пенсию Почему они выходят в 40 лет В то время как у нас нет ни контртеррористической операции какой-то Нету никакой здесь вот внутри России войны Что они делают? Они протирают штаны А тем не менее выходят в 40 лет И получают пенсию до 20 лет дольше, чем мы И эта пенсия выше, чем у нас Скажите мне, почему это? Где справедливость? У них такие лица, посмотрите только Я думаю, что они охраняют власть от нас с вами Они довольны тем, что у них такая пенсия Что они выходят в 40 лет, блин И вот так вот живут замечательно А мне хочется, глядя на них, сказать Слушайте, не щерьте рыло Ехидни Бесовской Про них Теперь я хочу сказать Что деньги на пенсии У нас были всегда Вот в 2005 году На нефть повысилась цена Она стала строить Стоить 53 доллара Вот если бы наши власти Не совали ее себе по карманам Не строили бы в Майами дворцы Не вели бы войны Если бы они строили себе Не покупали яхты Черт знает какие По 150 метров в длину Если бы они не учили своих детей За границей Чопа там тоже очень дорого стоит А эти дети там выучатся Их жить остаются А нам всем по ушам ездят Что запад это враждебный Враждебный нам запад Это Они нас ненавидят Они хотят А почему тогда их дети Там учатся И там живут Скажите мне Почему? Они врут нам Просто-напросто А народ верит Народ верит Они сами ждут Когда они выйдут на пенсию Чтобы уехать туда Чтобы спокойно тратить Свои деньги там Так вот В 2005 году Здесь стало стоить 53 долларов Если бы правительство И Путин Эту цену зафиксировали И все что было Побольше этой цены Отдавали бы в пенсионный фонд А не рассовывали по своим карманам То сейчас в пенсионном фонде Был Один миллиард Нет Один триллион И две десятых Долларов Представьте себе эту сумму Не рублей А долларов Как могли бы жить наши пенсионеры На эти деньги Скажите пожалуйста Деньги неисчислимые просто А куда они их дели Куда дело Эта воровская Эта бандитская власть Наши деньги Правильно Спасибо большое А что же остается делать Нашей молодежи Нашей молодежи Остается только Байкотировать эту власть Эти законы И на сцену Приглашается представитель Движения Иркутских анархистов Мартыненко Игорь Здравствуйте всем Я на самом деле отвечу На такой риторический вопрос Предыдущий выступающий На то почему полиции Такая хорошая пенсия Почему полиции Такие хорошие Социальные гарантии На самом деле все потому Почему полицейские Проводят учения По разговору митингов пенсионеров Потому что полиция Призвана гарантировать Спокойный и тихий режим Для текущей власти Это всегда И не только в России Последнее Кому будут урезать пенсии Социальные гарантии Это ПСБ Полицейские И прочие Государственные служащие Нас анархистов Часто спрашивают Почему же вот так Вы вроде бы против государства Но выступаете за пенсию Почему хотите пенсии от государства Я считаю это довольно вульгарным вопросом Потому что Тут очень интересная подмена понятий Почему мы просим у государства Мы не просим у государства Государство Это не добрый дяденька Который выдает всем конфеты Из своего кармана То что есть у государства То принадлежит тем людям Которые в нем живут И это их по праву В принципе наше государство Это всего лишь настройка Которая призвана Более-менее эффективно Уполнять некоторые социальные функции И эти функции Очевидно наше По крайней мере государство Российское Явно не выполняет Все это связано с феноменом Социального государства Которое появилось Ни коим образом Не благодаря подписям Оно появилось Благодаря социальной борьбе Борьбе профсоюзов Оно появилось Благодаря тому Что люди выходили на забастовки Благодаря тому Что они проливали Свою кровь На различных акциях Не просто мирного протеста Я не считаю Что У меня есть Довольно пессимистическое Представление О компании Пенсии Я посмотрю на эту площадь Как и на предыдущие акции Которые проходили В том числе здесь же И вижу очень мало народу Я понимаю Что Подписями Акциями Никогда ничего не добьешься Даже если Пенсионную реформу Отменят Это мало чего изменит Сегодня на работе Я был свидетелем того Как Женщины Одна за 60 Другая за 70 Искали работу Одна мойщицей Другая кассиром Это тяжелая работа Это 12 часов работы в день Почему Сегодня Женщины за 70 Ищут работу Мойщицами Проблема У них есть пенсия Да Текущая Но эта пенсия Ничего не гарантирует Нужно бороться Не до конца И не до отмены Данной реформы Нужно бороться Гораздо дальше Потому что Права Дают Не Дают не просьбы Права дает наша борьба Спасибо за внимание Слово предоставляется Пенсионерке Татьяне Валентиновне У нее есть что сказать Здравствуйте Всем Я хочу Предложить Как нас Ну Методы Как бы нас здесь Больше собралось Считаю Что у каждого Есть потомки Которые Прекрасно Разбираются В интернете И поскольку Нашим СМИ Запрещено Обсуждать Эту Проблему Действительно Как Президент Обещал Всенародно Поэтому Мы сами Должны Беспокоиться О том Чтоб народ Узнал Что мы Собираемся Что мы Мы имеем Другое Мнение Что мы Знаем В сетях Просить Своих Детей Чтобы они Приглашали В друзья К себе Жителей Нашего Города И писали На своих Страницах Когда Какие Проходят Акции Чтобы В поисковых Сроках Писали Пенсионная Реформа Альтернативное Государственному Мнение Слушать Там Экономистов Политологов И других Специалистов Которые Знают Иные Пути Решение Проблемы Пенсионеров Нам Президент За которого Кстати Я полгода Агитировала Ночами И днями За которому Я верила Что когда Он на публичных Мероприятиях Говорит Что Мнение Народа Для него Очень важно Что без его Поддержки Он не может Работать Что ему Трудно Без наших Голосов Что он Искренне Я видела Как он Искренне Обращается К людям Где Он Не На официальном Уровне С ними Общается Я ему Верила И у меня Еще теплится Надежда Что он Скажет Своё слово Пока он Молчит Но Эта надежда С каждым Днем Истекает Но может Быть Он ждет Когда мы Выйдем Действительно Всей Страной Так Я еще раз Повторяю Простите Своих Детей Внуков Помочь Распространять Информацию О таких Акциях Распространять Информацию Противоречащую Нашим СМИ Как нас Убеждают Холенные Чинуши Холенные Деятели Культуры Что мы Можем Пахать И пахать А кто Нас Будет Держать На работе Если мы 40 лет Начинаем Болеть Нам Министр Здравоохранения Прошлый Который Уже Ушел Сколько Раз Говорил Что дети С каждым Годом Все Более Больны Школьников Практически Нет здоровых Спасибо вам Большое За то Что вы Все Сегодня Пришли На данный Митинг